Приветствую вас, как я понял, вы не дописали свой вопрос, надо бы его дописать. Обязательно для полноты картины, для полноты ситуации в танце-то вы не задали свой вопрос. И проблему, наверное, не обрисовали вот так, как хотели, и, соответственно, из-за этого могут быть какие-либо неточности в ответе вам и так далее. Поэтому, если нет возможности, обязательно свой ответ дополнится. Я же буду отталкиваться от того, что вы написали сейчас, я же буду отталкиваться от того, что вы уже нам дали, как вот, информацию, да, и попробую вам, исходя из этого, ответить на вопрос. Значит, или просто дать какие-то рекомендации именно по вашей ситуации. У меня проблемы с мужем, недавно у нас родилась дочка, она порвалась в новогоря, мы уже постоянно не дома, значит, либо там, либо там, либо там, либо там, и сейчас мы будем с друзьями. Я, соответственно, одна, скорее всего, вы хотели написать. Вот, значит, что я вам здесь могу сказать. Ну, во-первых, проблема не с мужем. Проблемы у вас. То, что делает муж, это его позиция. То, что делает муж, это его выбор. То, что делает муж, это реализация его. Желание. Какими бы они ни были, плохими, хорошими, это все не столь важно, на самом деле. Важно, что они, эти, значит, желания у него есть. И он эти желания реализует. Значит, о чем это говорит, в первую очередь, о том, что он не удовлетворен. Да, это говорит, в первую очередь, именно об этом. О том, что он не удовлетворен. Давайте, соответственно, подумаем. А почему он не удовлетворен вообще? Откуда взялась его неудовлетворенность? Чем она связана эта неудовлетворенность? Что бы вы могли сделать для того, чтобы эту неудовлетворенность снять? Вот лично вы, именно вы, что могли бы сделать? Для того, чтобы снять эту самую неудовлетворенность. Подумайте для себя. И пытайтесь, собственно говоря, это сделать. Потому что это очень важно. Далее. Вам по 22 года. Вникает вопрос. Не рано ли вы, завели ребенка? То есть, не могло ли быть такого, что муж ваш, кто-то оказался не готов к тому, что у него появился, появился ребенок. И теперь он просто-напросто испугался ответственности и бежит от нее, от ответственности. Он чувствует, как ребенок и ответственность давят на него. Не позволяя ему, вполне возможно, не чувствовать себя свободно, спокойно, хорошо с ребенком. Не позволяя ему, как-то вот, адекватно вести себя с вами. И вынуждая его, постоянно, может, как-то вот, избегать избегать взаимоотношений, например, с вами. И здесь становится вопрос об отношении вас к ребенку, к факту проявления ребенка, к мужу в этом контексте. Чего вы ожидаете от мужа в контексте ребенка? Может ли он вам дать то, что вы ожидаете? Хочет ли он вам дать то, что вы ожидаете? И так далее. То есть здесь, на мой взгляд, вот такой важный есть момент, который, ну, обязательно нужно рассмотреть там, потому что по-другому, без этого боюсь, вам будет довольно тяжело и трудно. А? Далее. Какое у вас обоих субъективное отношение к ребенку? То есть, кто он для вас, что из себя представляет и так далее. Тоже очень важный момент. Почему? Потому что, если, например, для вашего мужа ребенок был желанным, то одно. Если для вашего мужа ребенок был нежеланным, то другое. Как ваш муж относится к ребенку? Как ваш муж в конце концов относится к вам? в контексте ребенка? Так вот, тоже довольно важный момент. Потому что, если ребенок нежеланный, то муж воспринимает его как препятствие для взаимодействия детства. Если ребенок желан, если муж его хотел, но потом что-то случилось, нужно думать о том, что случилось и почему. Это вот тоже так, вот такой довольно важный момент. Вы не пишите, сколько лет ребенку, вы не пишите, как долго вы вместе, как долго вы вместе со своим мужем, но вот эта вот информация, эта информация, она была бы весьма, весьма кстати, начата, чтобы понять, что с вами вообще происходит и так далее. Следующее, о чем я вам хочу сказать. Следующее. Значит, следующее, вот в чем заключается. Если вы будете относиться к своему мужу определенным образом, то есть, я имею ввиду, что если вы будете как-то вот постоянно взваливать, например, на него ответственность, да, требовать от него чего-то, чтобы он вот ну, делал что-то, чтобы он как-то вот проявлял свое поведение, так как вы хотите, чтобы он проявлял его, его, то, естественно, ваше мужчине, скорее всего, будет от вас отдаляться. Это неприятно, безусловно, это плохо, это тяжело, но тем не менее, тем не менее, вам нужно менять свою модель поведения, именно по отношению к нему. Свою модель поведения по отношению к нему не на меня, делать ее более легкой, более ироничной, приправлять чувством юмора, вот, ну, то, как вы относитесь к своему мужу, например, и тогда же, чтобы он не ощущал давление. Это очень важный момент, и вот если все это вы сделаете, если все это вы проанализируете, то я полагаю, что при наличии у мужа к вам чувств, ситуация нормализуется. Отдельным пунктом хочется добавить, что серьезную роль играет наше женское поведение, очень большую роль играет ваше женское поведение, то есть, как вы себя поставите, как женщина с ним, как вы относитесь к нему как женщина, то есть, вы поймитесь, что он пропадает, потому что ему так удобно, ему так удобно. Вопрос в том, почему ему удобно. вопрос в том, как сделать так, чтобы ему было менее удобно пропадать дома и больше мотивов быть с вами. Вот об этом она старается тоже подумать. И здесь нужно вам уже самой что-то делать. Нужно понимать, что что-то именно в вашем поведении, скорее всего, отвратило его от того, чтобы с вами проводить время. Тем более, в его годы, в 22 года, то есть, там муж еще не до конца является зрелой личностью, к сожалению. А, то есть, мужчина в 22 года, ну, это еще неполноценная личность, это еще не сформировавшиеся до конца взгляды и так далее. То есть, это вот козе очень важно, чтобы вы, возможно, где-то примитивно, возможно, где-то напористо, возможно, где-то жестко проявляли, с одной стороны, позитивные аспекты по отношению к нему, то есть, показывали ему, что его ждет, если он будет дома. Ну, а с другой стороны, это вы, тем самым, с другой стороны, важно, чтобы вы своим поведением показывали, что ему есть, что вам какие-то вещи не нравятся, но делали это адекватно. А иначе он так и будет пропадать, 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 и со временем ваша семья может распасть. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду нас помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего-всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok